Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня у нас последний скринкаст в этом году и мне кажется, что таким скринкастом приятно завершать год. Наконец-то появилась надежда, что кто-то завалит Facebook. Надежда пока призрачная и если бы появление новой социальной сети не было связано с именем создателя Википедии и вообще идеологом Вики Джимом Уэллсом, шансов бы у нее наверное не было. Но это его новое детище. Более того, WT в заглавии это аббревиатура от Вики Трибюн, а звучит это, согласитесь, гораздо красивее, чем книга-лицо. Да и идеологи Вики, которую эта сеть наследует, вполне может обрушить окончательно погрязшего в алгоритмах марка нашего Цукерберга. Уэллс заверяет, что в Трибюн не будет рекламы, не будет алгоритмов, новости будут показываться строго в соответствии с их выходом и потому, наверное, первым же шагом в сети является недвусмысленный намек на то, что его детище надо бы поддержать. А иначе вам придется ждать своей очереди для входа в сеть. И я в этой очереди 82645. Это может отпугнуть, но не пугайтесь, очередь летит быстро и я ждал чуть больше трех суток. А со вторым аккаунтом тестовым вообще, мне кажется, меньше суток. И вот мы внутри. Выглядит все вполне аскетично, в традициях Вики. Здесь у нас лента новостей. Нас автоматически включили в сообщество при регистрации, которые здесь называются Subwiki. Вот, например, борьба с дезинформацией, которую можно покинуть в любой момент, как и любое другое Subwiki. W Tribune Social открывает Fit – ленту. Вот так выглядит пост, если в него зайти. Почему-то посты тут крайне аскетичные, при том, что инструментов тут достаточно для создания вполне сносного лонгрида. А это ваш профиль. Тут все, то есть посты, правки, комменты. А тут, соответственно, только посты, только правки и только комменты. Но начинать, естественно, нужно с оформления. Вот просто первое и главное – профиль без обложки и фото – это не профиль. И здесь какой-то набор основных действий. Опять нам напоминают про возможность пожертвовать. Ну, кроме того, здесь можно еще не только удалить аккаунт, но и настроить оповещение. Так, что касается пользы в народном хозяйстве. Почему Tribune – это круто и зачем вам сюда? Ну, во-первых, потому что в Facebook это уже совсем беда. Он просто не показывает новости даже со всеми ухищрениями типа показывать последнее, а не популярное. И как только появится аналог, который не так живодерски будет вытягивать деньги, все перекинутся в него. Почему бы не решить, что этот аналог уже появился. И в данном случае вы можете стать первым. А первым быть всегда хорошо. А вот как выглядит список русскоязычных сообществ. 20, 60, 19 участников. И это первая страница. А нет, вот это что-то странное. Такого не может быть. Почему-то попало в русское, но это явно не русское. Либо ошибка, либо какой-то пиар-ход. Ну и сообщество здесь пока выглядит как-то вот так. То есть заметно сильная нехватка качественного контента. Кто-то его должен генерить и вставать во главе направлений, хотя тут с этим сложности, в смысле с гешефтом, но об этом позже. Сначала давайте наконец что-нибудь напишем. Ну, во-первых, можно просто вставить ссылку. Это самое простое. Вставили. Здесь есть меню. Удалили. Во-вторых, можно написать что-нибудь. Это уже пост. В принципе тут по оформлению вполне сносный набор. Я говорю, можно делать лонгриды. Вот только болт не работает. Но это какая-то ошибка. Вообще видно, что разработчики продолжают фиксить и в принципе говорят об этом, что работа кипит. Каждую неделю что-то может меняться. Все. Можем публиковать. Но вот это надо решить на берегу. Здесь очень непривычная история с коллаборацией. Но это идеология Вики. Статьи тут могут править все желающие, даже не обязательно ваши друзья. И если сейчас, даже являясь автором, вы можете статью удалить, то после внесения в нее хоть одной правки вы удалить ее уже не сможете. То есть вы полностью теряете над ней контроль. Вот мой второй тестовый аккаунт. Сейчас мы не друзья. Я абсолютно посторонний человек, который может зайти и изменить статью. И я, то есть хозяин, не смогу ее даже удалить. Но пока изменений нет, удалить ее все-таки можно. Хотя если выбрать здесь индивидуальное, правки вносить уже никто не сможет, кроме вас. Тут есть подобие лайков, рейтинги и я могу добавить кого-то в друзья. Либо просто стать фолловером, либо добавить друзья. Странно, что не приходит оповещение. Но в друзьях у меня Вова Ломов появился. Ну и тут информация, кто что писал и кто что редактировал. И сюда же можно добавлять комментарии. И последнее, главная, я так понимаю, движущая сила, это сообщество. Сабвики. Создается очень просто. Название, язык, описание. Но внизу такая приписка. То, что вы его создали, не дает вам никаких преференций. Оно живет своей жизнью и там могут писать, редактировать, комментировать все пользователи Вики Трибью. Вы не можете не удалить запись, не блокировать пользователя. Ни-че-го. Не знаю. В первый момент кажется, что все круто. И само по себе и потому, что места пока не заняты ни в одном сегменте. Ни в активизме, ни в благотворительности. Да вообще нигде. А потом возникает вопрос. Зачем генерить контент, если тебе фактически ничего не принадлежит? А потом ты думаешь, ведь не все же делается ради выгоды. Ведь когда-то интернет создавали энтузиасты. Это только потом пришли толстосумы. Вдруг все вернется. Все. Удачи в новом году. Спасибо, что были с нами. Счастья вам, благополучия и глобальности. В следующем году будем зажигать. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. И не забывайте про главное. Субтитры создавал DimaTorzok